Rainbow English учебник 5 класс, unit 1, step 1, упражнение номер 10. Нам нужно дополнить предложение. То есть у вас даны начало предложений, причем у нас и вопросы будут, и отрицания, и утверждения. То есть вам тут просто нужно добавить существительных. Все, которые знаете, будем сейчас пытаться их туда вставить. Работать мы будем с фразами через there, то есть что-то где-то находится, причем у нас и единственное число, и множественное. Будем сейчас тут все смотреть. Например, было начало there was no, и у нас добавили there was no water in the jug. При этом перевод с конца в этих фразах идет, то есть в кувшине не было воды. Напомню, что когда вы видите... Так, давайте секунду разберем. is, значит, у вас работа идет с единственным числом существительного. Или же с неисчисляемым существительным. is у нас обычно не переводят никак, ну, просто знаете, что с чем он рядом будет стоять. То же самое касается was. То есть is и was для вот этих единственных чисел. А вот are и were, это его аналог в прошедшем времени, это уже множественное число существительных. Так что вот основное правило, которое мы здесь будем помнить, о котором нужно здесь вспоминать. Так, и теперь давайте строить наши предложения. То есть главное, конечно, слова правильно подбирать. Сейчас будем вспоминать и четвертый класс, то есть всю вашу словарную базу, которую вы уже знаете. Первое. There are... То есть если вы видите are, значит, у нас точно будет далее что-то в множественном числе. Some – это несколько. То есть, например, что мы можем в комнате? Несколько стульев. There are some chairs во множественном числе обязательно. Вот они, стулья в комнате. In the room. Перевод с конца. В комнате несколько стульев. То есть что у нас тут главное? Чтобы у вас глагол соответствовал существительному, и вы чтобы не ошиблись и не поставили здесь, например, один стул. То есть это грамматическая ошибка будет, чтобы все совпадало. Второе. There... То есть уже, видите, прошедшее время, значит, перед нами. Но, значит, вот у нас отрицание. И were для множественных, опять же, чисел. То есть не было... Чего же не было? Не было, допустим, детей в классе. Все ушли на карантин, да? То есть в классе не было детей. There were not any children in the classroom. Третье. There was... То есть сразу смотрим. Прошедшее время единственного числа. И вот даже артикль стоит. Он всегда с единственным числом стоит. Что-то где-то одно находилось. Например, давайте кошка. Где она у нас была? На кровати. С конца перевод на кровати была кошка. There was a cat on the bed. Четвертое. There was... То есть, видите, снова будет у нас или единственное, или, кстати, неисчисляемое. Но раз стоит some, то это будет именно неисчисляемое. То есть то, что мы не можем посчитать. Кофе, молоко, сахар, рис. Здесь давайте мы возьмем хлеб, например. То есть в русском языке он у нас как бы как исчисляемый. В английском bread – это неисчисляемое существительное, которое посчитать они, ну, как бы, с их стороны нельзя. Так, где у нас этот хлеб мог бы быть? На тарелке. On the plate. То есть there was some bread on the plate. На тарелке был хлеб. То есть сам можно вообще не переводить. Или если переводить, то немного хлеба. Ну, можно вообще его тут не переводить. Вопрос теперь. То есть в начале глагол. Если у нас is, то снова работаем вот с этими существительными. Можем взять хоть неисчисляемое, хоть… Ну, давайте снова неисчисляемое. Есть ли молоко в чашке? Вот оно, milk неисчисляемое. In the cup – значит в чашке. Is there any milk in the cup? В чашке есть молоко? Шестое. Are – значит у нас будет множественное число. Так, давайте возьмем. А есть ли в шкафу книги? Are there any books? Тоже с четвертого класса у вас слово. Это cupboard. Так, секунду. Are there any books in the cupboard? В шкафу есть книги? Седьмое. Фраза what is there означает что… И концовку нам просто нужно поставить где именно. То есть что во дворе, что под столом, что в сумке и так далее. То есть what is there и просто обстоятельство места. То есть где? Ну, давайте спросим на парте. What is there on the desk? То есть что вот там на парте? Тут даже не видите, не нужно вставлять этих существительных. Потому что про это и спрашивают. Who – это то же самое. То есть who is there – это уже проодушевленный предмет спрашивают. Кто? И вот нужно потом узнать. Who is there? Ну, давайте спросим на кухне. Кухня у нас kitchen. Who is there in the kitchen? То есть кто вон там на кухне? Девятое. Так, давайте сюда уже сдвинем. What was there? То же самое, как what is there, только в прошедшем времени. То есть по грамматике у нас тут тоже все совпадает. Для единственного числа мы их сейчас будем использовать. Что было? А вот теперь давайте в сумке. Так. What was there in the bag? Что было в сумке? А теперь то же самое для одушевленного. Кто был? И сейчас подберем обстоятельства, место. Who was there? Так, класс у нас был. Что мы можем взять? Ну, можно взять в гостиной. Нет, давайте в гостиной. In the living room. Who was there in the living room? Кто был в гостиной? Кто был в гостиной? Кто был в гостиной? Кто был в гостиной?